Согласно федеральному и краевому законам, налоговые каникулы распространяются только на впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. По сути, программа начала работать еще в июле 2015-го, но с наступлением нового года в силу вступили изменения, которые значительно расширили перечень видов деятельности, которые можно оформить под нулевую налоговую ставку. Всего их более 44-х. Основные направления — это научная деятельность, сельское хозяйство и сфера услуг. Среди них такие виды бизнеса, как разведение рыбы, строительство, образование и социальные услуги и многое другое. Полный перечень можно посмотреть на сайте Федеральной налоговой службы. Оформить свой бизнес под нулевую ставку могут предприниматели, работающие по патенту и упрощенке. Для первого случая нужно просто указать нулевую ставку в заявлении на получение патента. С упрощенной схемой оформиться тоже нетрудно. Ставка 0% указывается при заполнении налоговой декларации. Поскольку это льгота под преференцией по отношению к другим налогоплательщикам, то вместе с декларацией нужно подтвердить, что не менее 70% от общего дохода было получено в рамках осуществления того вида деятельности, для которого законом Красноярского края установлена ставка 0%. По данным специалистов, на налоговые каникулы по патенту уже ушли 52 краевых предпринимателя. Многие оценивают нововведение как реальную помощь. Говорят, такая отсрочка помогает бизнесу встать на ноги. Однако некоторые говорят, что им бы не помешали и другие меры поддержки. Налоговые каникулы нужны, я бы вот сделала их тем, кто вовремя все платит, вовремя отчитывается, и по прошествии какого-то лета мы бы сдали налоговую каникулу. Вот это было бы так здорово. Полгода бы дали, спустя пять лет, как ты хорошо все платишь, все сдаешь вовремя, и полгода налоговых каникул. Вот это я бы расцеловала тот, кто бы это сделал. По прогнозам Министерства экономического развития, за 2016 год в крае налоговыми льготами смогут воспользоваться более 2000 предпринимателей. Таким образом программа даст сильный толчок в развитии малого бизнеса в регионе. Тем самым улучшается инвестиционный климат, и люди начинают более активно работать, инвестировать средства в те виды деятельности, особенно в небольшие предприятия, направления деятельности, которые в первую очередь дают возможность создания рабочих мест и обеспечить свою семью теми доходами, которые, в общем-то, мы все заслуживаем. Программа будет работать до 2021 года. Насколько она эффективна, специалисты Министерства эконом-развития будут отчитываться ежеквартально. Однако по предварительной информации, благодаря налоговым каникулам оформить свой бизнес уже решили сотни индивидуальных предпринимателей. Александр Ловицкий, Максим Галат и Дмитрий Демченко. Новости.